Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Ныне» в студии Ольга Лемайкина. Сегодня в выпуске. Позолотила ручку на 800 тысяч рублей. В Ахтубинском районе разыскивается цыганка, подозреваемая в мошенничестве. Ветеринарная служба напоминает, употреблять в пищу продукцию, приобретенную в местах несанкционированной торговли, опасно для здоровья. Хорошо клюет, крепчают морозы, а вместе с ними набирают обороты и зимняя рыбалка. В начале выпуска 22 января стартовала выборная кампания главы муниципального образования Капустино-Ярский сельсовет. Напомним, по закону выборов кандидатом может стать гражданин, достигший возраста 21 года. Высшее образование не требуется. У него также может быть судимость, правда, погашенная. В связи с досрочным прекращением полномочий главы муниципального образования Капустино-Ярский сельсовет в соответствии с федеральным законодательством, законом Астраханской области о выборах в органы местного самоуправления Астраханской области, решением Совета муниципального образования Капустино-Ярский сельсовет Было принято решение о назначении досрочных выборов главы муниципального образования Капустин-Ярский сельсовет на 10 апреля 2016 года. Согласно календарному плану мероприятий подготовки и проведения выборов главы, выдвижение кандидатов у нас началось с 22 января 2016 года и продолжится до 21 февраля 2016 года. Продолжаем выпуск. А покупать и употреблять в пищу несанкционированные продаваемые продукты крайне опасно. Наиболее постоянные места опасной торговли есть в центре города, в заречной части, в Владимировке. По жалобам граждан, жителей города Ахтубинска, инициированные рейдовые проверки с участием наших специалистов, совместно представителей администрации, сотрудников полиции по несанкционированным точкам, которые осуществляются на территории города Ахтубинск. Это приобрело, как говорится, систему стихийную, стихийность. Торгуют всеми продуктами. В основном мы делаем акцент на животноводческую продукцию. Это молоко, рыба и мясо всех видов. В конце года активно работали. В декабре в неделю по два рейда делали. На сегодняшний момент, на январь месяц у нас график еженедельный рейд, раз в неделю. Ну, учитывая здесь и погодные условия, но, как говорится, определены уже направления. Такие больные точки, будем считать, где идет активная торговля постоянно. Что выясняется в проводимых проверках? В рейдах мы выявляем нарушения и привлекаем к ответственности. Значит, вот буквально на прошедшей неделе были факты торговли мясо свининой, без ветеринарно-сопроводительных документов, без ветеринарно-санитарной экспертизы. Мясо баранина, которая была с документами, но торговали в неустановленном месте. Можно ли пройти мимо или все-таки сказать, что несанкционированная торговля крайне опасна для здоровья? С 40 по 47 год на территории района было зарегистрировано 101 случай сибирской язвы всех видов животных. Значит, а споры сибироязвенные сохраняются сто и более лет. Эта территория считается стационарно неблагополучной. Мы занимаемся по профилактике этой болезни, вакцинно-профилактикой всех видов животных. Молочная продукция тоже проблема реализуется на территории района. Хотя у нас на сегодняшний момент территория района благополучная от бруцеллеза, здоровленный район. Впервые за последние 13 лет у нас ни одного пункта нет на сегодняшний момент. Но это не говорит о том, что не надо проводить ветеринарную экспертизу молока и молочной продукции, потому что есть правила, предусмотрено, при реализации молока проводится ветеринарная экспертиза ежедневно. Свинина, мясо – это тоже особо опасное заболевание для людей, паразитарный трихинеллез. Потому что вся продукция именно на рынках, свинина, мясо нутрий, мясо дикого кабана и мясо медведя, где-то есть и медведей, там, курицы употребляют пищу, оно обязательно подлежит трихинеллез копии в лабораториях ветеринарной санитарной экспертизы, потому что это паразитарное заболевание. Само животное не болеет, его, как говорится, прижизненно диагностировать нельзя, только после убоя мяса. Чтобы не подвергать свою жизнь и здоровью опасности, рыбу, молоко и мясо нужно покупать только в строго разрешенных местах. У нас на территории района официально разрешается торговля на четырех ярмарках однодневных и центральный рынок. Мясо можно покупать на рынке, на ярмарке однодневных. У нас это Копьяр ярмарка однодневная, Петропавловка ярмарка, Баскунчаки две ярмарки и рынок. В 2016 году повышена административная ответственность за торговлю в неположном месте. Предусмотрена административная ответственность за это нарушение и на сегодняшний момент штрафные планочки немножко поднялись. При перевозке этой продукции раньше был штраф до 1000 рублей, который человек везет и продает. Сейчас до 5000 штраф предусмотрен. И если он реализует это без документа, если человек, если с документом не установлено в месте, штраф 1000 рублей. Значит буквально после каждого рейда у нас где-то 2-3 штрафа есть. Жители не жить астраханцам по новому времени. В марте этого года Астраханская область может перейти из московского часового пояса в третью часовую зону. В ближайшее время окончательное решение будет принято во втором чтении, если Госдума одобрит законопроект о переводе стрелок на один час вперед. По данным Думы Астраханской области, за перевод стрелок на час вперед высказалось Министерство здравоохранения региона. Согласно расчетам ведомства, в этом случае вред здоровью астраханцев из-за нарушения суточных ритмов будет минимальным. О пагубном влиянии раннего рассвета на здоровье местных пенсионеров, вызванного действующим исчислением времени, подробно отчитался Совет ветеранов Кировского района Астрахани. Из коллективного обращения членов Совета следует, что восход солнца будет пожилых астраханцев в половину четвертого утра, что приводит к развитию головных болей, общего недомогания и, как следствие, рост утрат на лекарства. Вместе с тем, по расчетам УМВД РФ по Астраханской области, перевод стрелок вперед улучшит криминогенную обстановку в регионе. Напомним, с инициативой изменить время в Госдуму обратились парламентарии нескольких регионов – Алтайский край, Ульяновская область, Сахалин и Волгоградская область. К другим темам. Цыганка обманным путем обокрала жительницу Ахтубинска на 800 тысяч рублей. Клянусь Богом, на «Твоих детях порча» – фраза, которая до смерти напугала мать троих детей и подтолкнула найти и отдать огромную сумму преступнице. Подробности случившегося узнаем из нашего следующего сюжета. Я достаточно быстро обратилась в милицию. Они похихикали, повеселились все. Весело же это вообще-то. Такая взрослая женщина на такой глупости поймалась. Весело это все. Такого подарка на Новый год Светлана не могла себе пожелать и в страшном сне. В предпраздничные дни с просьбой дать немного еды в дверь героини постучала цыганка. Вместе с ней в квартиру зашла маленькая девочка. Я тоже мать, да я понимаю, что такое голодный ребенок. Я, естественно, сразу начала что-то собирать, чтобы дать еду. Подкрепившись, оборванцы не спешили уходить. Потом она сказала, что у ребенка нет одежды, что она сама разутая. И я ее пустила в квартиру, да, чтобы дать ей на ноги что-то обуть, потому что уже холодало. Ну, как бы, ну, я не понимаю, как можно ходить в тапочках просто, ну, в шлепках. Как только мать троих детей собралась выпроводить незваную гостью, та упала на колени. Богом клянусь, на твоем младшем ребенке, ну, ребенок, конечно, тут же крутился, порча, не порча, а как бы на смерть сделанная. Ну, вот, ну, я как бы не собиралась ни гадать, ничего такого, у меня вообще в планах не было, и хотелось, чтобы она поскорее ушла. Меня привел к тебе сам Бог, тебе необходимо снять порчу, твердила цыганка. Снять негатив помогут деньги, которых, несчастью для мошенницы, у Светы не было. Тогда незнакомка попросила кольцо. Она завернула это кольцо в 50 рублей, сказала, что наговорит на него и придет, чтобы снять эту порчу. На вопрос, почему, женщина доверилась проходимке, Света призналась, в тот момент она была в тяжелом психологическом состоянии, с ней случилась череда неприятностей, поэтому она поверила в утверждение о возможном сглазе. Плохо, я уже помню, как бы она пришла, принесла это кольцо, вот, но сказала, что, как бы, порча более серьезная, как бы, да, этого недостаточно, и нужно еще денег. Порча серьезная, продолжала цыганка, требуя большей суммы, доверчивая женщина сняла с кредитной карты 30 тысяч рублей, этого оказалось недостаточно. Она сказала сначала, что тебе сделали на 150 тысяч, это вот уже, когда пришла, на 150 тысяч, я говорю, ну, у меня нет этих денег, у меня их вообще нету, как бы, да, вот я сняла то, что могла тебе снять, вот сняла. Ну, ты постарайся, ты что-то сделай, как бы, она мне звонками, в общем-то, изводила звонками, постоянными, да, потом уже звонила. Звонки ночью даже начинались, вот я работаю, мне настолько плохо, я пытаюсь все это снять. Бесконечные звонки и угрозы, чтобы запугать Светлану, обманщица придумала новую версию, порча мгновенно распространилась на остальных детей. Ну, я очень люблю своих детей, поэтому для меня, конечно, это как бы, ну, я не хочу, ты будешь хоронить своих детей. В итоге женщина взяла кредит на 300 тысяч рублей, избавить семью от неудач антипосланнице вновь не удалось, денег не хватило снова, теперь цена за жизнь троих детей подскочила и достигла 1 миллиона 200 тысяч рублей. Нужна более крупная сумма, скажем, ну, где-то вот 800, порядка 800 тысяч теперь нужно, чтобы это окончательно все снять, потому что уже, говорит, и на сыне, значит, у тебя вот эти гробы, и, в общем, чтобы ты получала удар за ударом, сделали тебе, и, как бы, давай уже все это снимем, вот нужна вот именно сумма, сделали тебе на крупную, более, но 400 тысяч, до миллиона 200, я доложу своих денег. Невероятно сложными путями женщине удалось собрать деньги, она мечтала, как можно быстрее избавиться от злого рока, нависшего над семьей. Мне тоже хотелось, чтобы это уже поскорее закончилось, это постоянный поиск денег, постоянно, то есть у меня нет вообще никаких денег получается, вот, ну, как бы, ты живешь, она же все деньги забирает, как бы, да, а нужно же и детей кормить. Была страшная боязнь, что может случиться, вот, как бы, да, что-то вот непоправимое, что я отдам эти деньги и не вернуться, но она, вот, как бы, да, клялась ребенком, как бы, ну, ну, мне кажется, как бы, я, вот, как нормальный человек, да, я не могу клясться, врать и клясться своим ребенком. 17 января женщина встретилась с лжеспасательницей в последний раз, забрав деньги, цыганка, сказав, что идет на проселочную дорогу для совершения обряда, пообещала вернуться через час. Она все это собрала, естественно, беспрепятственно ушла, вот, ну, обещала где-то, наверное, вот это 11, где-то около половины первого вернуться, ну, то есть полтора часа ей, типа, для этого достаточно, чтобы она на все наговорила. И вернулась. Ну, естественно, ее не в половине первого, не в час ее не было, и уже где-то в третьем часу я пошла писать заявление в милицию. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Оказалось, сотрудникам полиции эта дама была уже знакома, ее не раз задерживали, когда та выпрашивала деньги у прохожих. Однако на данный момент найти ее не удается. Доверчивая женщина, ожолотившая преступницу на 800 тысяч рублей, теперь сама нуждается в помощи. Ну, я должна продать, естественно, как бы квартиру, чтобы рассчитаться вот с теми, как бы, обязательствами, которые на данный момент у меня есть. Внимательно вглядитесь в это фото. Приметы цыганки худощавого телосложения. На вид 30-35 лет. Отличительная особенность – крупная родинка над верхней губой. Была одета в черное пальто. Кто знает о ее местоположении или пострадал от аналогичных мошеннических действий, просьба позвонить в полицию. Продолжаем выпуск. Сильные морозы еще крепче сковали лед. В минувшие выходные заядлые рыбаки устремились на зимнюю рыбалку. В их числе был и Владислав Лихварь. С нетерпением зимники, так называют рыбаков-любители зимнего лова рыбы, ожидали новогодних каникулов. Однако праздника не получилось. Льда надежного на реке не было. И только во второй половине января он более-менее установился. Но только для пешеходов. 12 сантиметров на быстряках, 17 на тихой воде. Экстремалы-мотоциклисты пытаются заскочить на лед, но прибыль не дает. Даже пешим ходом это непросто сделать. На остров Петриков дачники могли попасть только на месте переправы. А у рыбаков особого выбора не было. Рыбачили в основном на Мурне, у автодорожного моста в Петропавловском затоне. И первого, кого встречаем из удачливых рыболовов, Виктор Востряков. Он ежегодно рыбачит только здесь. И, как правило, успешно. Ну, я часто выхожу. Так нормально. Всегда. Ну, до обеда и домой. В хуна жарю. Набираю. Нормально. И для здоровья. Ну, а как же, да. Дома сидеть на диване, здесь свежий воздух. Удовольствие получаем? А, как же. Большое удовольствие. Очень большое. И ехать никуда не надо. Вышел тут прям рядом с домом. Поймал и домой. Что хочется отметить. На льду около 30 рыбаков. Все снаряжены очень серьезно. А результаты поразительно разные. У Вострякова, к примеру, десятка два приличных окуней. А Михаил Попов в 50 метрах от него сидит. На лед выбросил десяток, но очень приличных наступерок. А это молодой, но опытный рыбак Сергей Коробченко. У него вообще клево отличный. Жаль только, мелкая рыбешка попадает. Он ее в основном в соседнюю лунку отпускает. Рыбачит, говорит, до своего удовольствия. Кстати, ловит на мормышку, которую прошедшей ночью сделал. Вроде как магазинная, но такая уловистая. Итак, опасения, что зимней рыбалки в этом сезоне может и не быть, напрасны. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто с удачей дружит и природу по-настоящему любит. И еще об одном зимнем увлечении. Новый флешмоб взорвал социальные сети фотографиями ледяных джинс. Житель Миннеаполиса решил таким замысловатым образом развлечь свою соседку. Сначала он оставил необычные скульптуры у себя во дворе. А затем их начали находить и в городе, и даже в других штатах. Выяснилось, что у юмориста уже завелась масса подражателей. Ну а это все новости на сегодня. Будьте в курсе событий города и района вместе с АТВ-центром.